15 октября в МИЭТе состоялся кубок открытия сезона игр «Что, где, когда». На турнире побывала Пелагея Панаитова. Не в первый раз под эгидой клуба интеллектуальных игр МИЭТ собрались ребята, чтобы проверить свою эрудицию и смекалку. Открылся новый, 12-й сезон «Что, где, когда». Наше движение МИЭТе зародилось в 2004 году. Группа энтузиастов собралась и решила, почему у нас игры такие не проходят, как в Москве. И организовали клуб, сделали сначала турнир по брейн-рингу, затем начали проводить игры «По, что, где, когда». Ну и, собственно, где-то лет, наверное, 7 назад вот к этим организаторам присоединился я, перехватил эстафету, паучку и вот до сих пор провожу игры. Команда в сборе. Приветственная речь произнесена. Напряженной тишине бессменный ведущий Григорий Смыслов зачитывает первый вопрос. Игра началась. Считается, что так она приобрела свое символическое значение. Структура игры – два тора по 15 вопросов. В битве умов на этот раз сошли 7 команд. Как первокурсники, так и учащиеся старших курсов и даже магистратуры. Мы ожидали, что команд будет больше, хотя, как выяснилось, все-таки их было достаточно. Вначале, когда мы пришли, было 2-3 человека, но со временем подтянулись еще. На некоторые вопросы участники отвечали сходу. Некоторые ставили в тупик даже опытных игроков. После бурных обсуждений следовало напряженное ожидание верного ответа. К сожалению, вопросы оказались немного сложнее для команд, чем я хотел бы. Но, надеюсь, все это тоже постепенно поправится и люди научатся, приучатся к этим вопросам. И сами вопросы будут немножко полегче. Во втором туре у участников появилась возможность рискнуть – пойти на авось. В случае правильного ответа ребята получали два балла, в противном теряли балл. Но разрыв с лидерами игры командой «Мы не победим» только рос. Здорово была, классная игра, были очень достойные оппоненты, хорошие вопросы. И все было здорово, только команд не мало, а Гриша погрешил. Много старых соперников нет. Игра окончена, но впереди еще не один турнир. У победителей будет возможность подтвердить свой статус. У их соперников взять реванш. А у тех, кто пропустил игру, попробовать свои силы уже через пару недель. Ближайшая игра внутри МИЭТа будет, видимо, в конце октября, начале ноября. Кроме того, буквально в начале ноября, 8-го, если быть точнее числа, в воскресенье у нас состоится крупный студенческий турнир, на который приедут команды из Москвы, из Московской области, мы надеемся, из других соседних областей. Так что всех приглашаю поучаствовать и следить за обновлениями в нашей группе ВКонтакте. Участвуйте в играх, набирайтесь опыта и побеждайте. Пелагея Панаидова, Наталья Попова, МИЭТ-ТВ Спасибо. 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 Спасибо.